Сирийская армия при поддержке российской авиации развивает наступление в провинции Алеппо. Ей удалось освободить города Нубуль, Пиаз-Захра, а также перерезать пути снабжения действующих в провинции террористической группировки «Исламское государство», связанных с ней радикальных исламистов из коалиции Джабхат Аш-Шамия, а также близкой Аль-Каиде группировки Джабхат Ан-Нусра. При бомбардировках окрестностей Алеппо погибли трое сотрудников гуманитарных организаций. Министерство обороны России подтвердило гибель российского военного советника под Латакии. Поздно вечером в среду в спецпослании генерального секретаря ООН по Сирии Стафан Домистура после консультации с делегацией сирийской оппозиции Высшего комитета по переговорам решил приостановить мирные переговоры в Женеве. Глава сирийской правительственной делегации Башар Аль-Джафари обвинила оппозицию в том, что они хотят покинуть переговоры из-за неудач на фронтах. Основная причина – ход военных действий. Я заметил, что решение прекратить переговоры оппозиционеры озвучили после взятия Нубуля и Аз-Захры. Главный координатор Высшего комитета по переговорам Риад Хиджаб заявил, что делегация оппозиции не вернется на переговоры, пока не изменится обстановка в Сирии. Мы приехали в Женеву, чтобы доказать миру, этот режим не верит в политическое решение вопроса ни Асад, ни его союзники. Госсекретарь США Джон Керри призвал приостановить бомбардировки районов, контролируемых в Сирии, оппозиции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для этого нет оснований. Продолжение следует...